Софья Маркина уже второе лето подряд работает в трудовом отряде. В прошлом году заработка хватила на совместную поездку с семьей. На что потратить нынешнюю зарплату, пока не решила. Но для себя школьница отметила – работа не пыльная, а пользы от нее много. Сейчас, конечно, работаем больше, потому что после учебного года и все грязное. Мы моем стены, парты. Все кабинеты получаются на нас. Парты выносят. Получается, мы должны парты все помыть и привезти все кабинеты в чистоту. Мы как бы что, школе помогаем. Тоже приятно. Трудовой отряд при 25-й школе действует уже четвертый год. С 1 июня до конца месяца по два часа каждый рабочий день школьники отмывают кабинеты, поливают цветы, приводят в порядок родное учреждение. Чтобы устроиться в отряд, старшеклассникам необходимо собрать пакет документов в Центр занятости, паспорт с НИЛС и ИНН, а также завести трудовую книжку и открыть счет в банке. С каждым годом желающих подзаработать среди старшеклассников все больше. За свой труд школьники получат около трех тысяч рублей. Если в прошлом году мы набрали 12 человек, квота и была на 12, то в этом году было столько желающих, что нам пришлось просить дополнительные места. И в этом году работает уже 16 ребят. Когда заканчивается учебный год, естественно, накапливается много всего, что одному учителю не осилить. И поэтому помощь ребят всегда кстати. Для учителей трудовой отряд тоже большое подспорье. Старшеклассникам не нужно объяснять, что и как необходимо делать. Ребята, которые заинтересованы в своей занятости и дополнительном доходе, выполняют любые задания с удовольствием. Евгения Шильникова, Мария Константинова, Антон Бархатов. Местное время.